Памятник Пушкину И Пушкин падает в голубоватый колючий снег, Эдуард Багрицкий, и тишина, и более ни слова. И эхо, да еще усталость. Свои стихи, доканчивая кровью, Они на землю глухо опускались, Потом глядели медленно и нежно. Им было дико, холодно и странно. Над ними наклонялись безнадежно Седея доктора и секунданты. Над ними звезды вздрагивая пели, Над ними останавливались ветры. Пустой бульвар и пение метели. Пустой бульвар и памятник поэту. Пустой бульвар и пение метели. И голова опущена устала. Такую ночь ворочаться в постели Приятней, чем стоять на пьедеснах. Общая вода в Багрицкий, и в основном, Победа, 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 Победа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Александр Сергеевич Пушкин Руслан и Людмила Субтитры создавал DimaTorzok Куда красавица Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стойте! Стойте! Сначала я молчать хотела Субтитры создавал DimaTorzok 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 Александр Сергеевич Пушкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, Молк на небо, ночь, не дна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, дин-дин-дин, Страшно, страшно поневоле встретить неведомых равнин. Эй, пошел, емщик, нет мочи, конем, барин, тяжело, вьюга мне ослепает очи, Все дороги замело, хоть убей, следа не видно. Сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас волить. Видно, да окружить по сторонам. Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят, вон уж он, Далече скачет, лишь глаза в окне, в мгле горят. Кони слова понеслись, колокольчик, дин-дин-дин, вижу духи, Собрались осыть заснеженных равнин. Бесконечные, безобразные, в мутной месяце игре закружились, Бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, Домового ли хоронят ведьму, замуж выдают, Мчатся тучи, вьются тучи, Невидимка и луна освещает снег летучий, Мутно небо, ночь мутна. Мчатся духи, рой за роем, В беспредельной вышине, Визгом жалобным и воем, Надрывая сердце мне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко, Играл орган в старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался. Слезы невольные сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждой музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я. И предался одной музыке. Руден первый шаг. Искушен первый путь. Преодолел я ранний невзгодный. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную, сухую беглость. И верность уху, звуки умертвив. Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй, гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенной. Предаться некой творческой мечте. Усильным, напряженным постоянством. Я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой. Так же трудами и успехами друзей. Товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. Кто скажет, что в Сальере гордый был? Когда-нибудь завистником презренным? Никто. А ныне сам скажу. Я ныне завистник. Я завидую. Глубоко, мучительно завидую. О, небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду. Любви горячей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан. Обзоряет голову безумца. Гуляки праздного. Да. Моцарт, Моцарт. Уедел ты. А я хотел тебя нежданной шуткой угостить. А ты здесь, давно. Сейчас. Я шел к тебе. Нес кое-что тебе я показать, но, проходя мимо трактира, услышал скрыбку. Нет, нет, мой друг Сальери в жизни ничего смешнее не слышал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал у Айча Сапетта. Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войдишь! Из Моцарта нам что-нибудь. Из Моцарта нам что-нибудь. Из Моцарта нам что-нибудь. Да, достаточно, Моцарта. Ты смеяться можешь? Уже ли сам ты не смеешься? Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр надменный пародия бесчестит на Лигере. Пошел, старик! Постой! Вот тебе. Пей за мое здоровье. Ты с Эльеей? Не в духе нынче. Я зайду к тебе в другое время. Что ты мне принёс? Да так, пустяк. На медне ночью бессонница меня моя томила. И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня утром я их накидал, хотелось мне слышать твоё мнение. Но теперь тебе не люблю. Молодцы, молодцы. Когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Представь себе, кого ты. Хоть меня, немножко помоложе. Влюблённого, не слишком, а чуть-чуть, с красоткой. Или с другом, хоть с тобою. Вдруг внезапное видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты с этим шёл ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрыпача слепого. Ты, Моцарт, не достоин сам себя. Что ж, хорошо ли? Какая глубина, такая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я. Вам право. Но? Божество моё проголодалось. Послушай, а отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва? Хорошо. Тогда пойду домой сказать жене, чтобы к обеду меня не дожидалось. Я жду. Смотришь. Нет, не могу противиться до доли судьбе моей. Не могу противиться я доли судьбе моей. Я и не спорю, чтоб его остановились с лицом, и все погибли. Но все жильцы и слушатели музыки ну и я один с моей глухой славой. Что пояс завис эмоциями и держится новой высоты ещё достигнет. Подымет ли он тем искусственник? Нет. Оно пойдёт опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пояс в нём, как некий хрурзин, он несколько занёс на печень райских, Вот яд. Маследний дар моей зоны. 18 лет ношу его с собой. Теперь пора. Зоветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Вот яд. Маследний дар моей зоны. 18 лет ношу его с собой. Теперь пора. Зоветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Ты нынче паспорен? Нет. Признаться, мой реквел у меня тревожился. Вижу, реквел. Давно ли? Неделя три. Но странный случай. Не сказывал тебе я? Нет. Так слушай. Неделя три тому пришел я поздно. На мой. Сказали мне, что заходил за мной кто-то. Отчего, не знаю. И кто бы это был, и что ему во мне. На завтра тоже. Пришел и не застал меня опять. На третий день играл я на полосу с мальчишкой. Клик, говорю, человек, одетый в черном. Учтиво поклонившись, заказал мне реквел и скрылся. Я тут же сел писать. С тех пор за мной не приходил мой черный человек. А я иран. Мне жаль расстаться с моей работой. Хоть совсем готов уж реквел. Ну, между тем я... Что? Мне совестно признаться в этом. Чего уже? Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мной всюду, как тень, он конится. И вот, мне кажется, он с нами. С антретей сидит. Ну, полно. Что за страх, ребяти? Развей пустую думу. Помарше, говаривал мне. Слушай, брат Сальерин, как мысли черные к тебе придут, откупари шампанскую бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Да, Помарше ведь был тебе приятель. Ты для него Тарара сочинил, вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А правда ли, Сальерин, что Помарше кого-то отравил? Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Но он же гений. Как ты да я. А гений и злодейство две вещи несовместные. Не правда ли? Ты думаешь? Ну, пей же. За тебя, мой друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Постой, постой. Ты выпил без меня? Довольно. Сыт я. Слушай же Сальери, мой рэпиум. Ты плачешь? Эти слезы. Ты плачешься в праздных, пренебрегающих презренной пользой, единому прекрасному жрецов. Но что-то мне нехорошо. Я нынче не здоров. Пойду засну. Прощайся. До свидания. Ты уснешь надолго, Моцарт. Неужели он прав? И я не гений. Гений и злодейство, две вещи несовместны. Не правда. А Буанаротти? Или это сказка? Тупой, бессмысленной толпы? И не был убийцей и создателем Ватикана. Тупой, бессмысленной толпы? Я помнил, я буду помнить, я, я, я помню, я помню, я помню, я помню, я помню изумительное, я помню великолепное. Я помню чудесное, я помню чудесное, я помню чудесное, я помню чудное, я помню чудное, 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 я помню чудный час, я помню чудную минуту. Помню чудное некоторое количество времени. Я помню чудное мгновенье. Я помню чудное мгновенье. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. Ты в глуши во мраке заточения Тянулись долгие дни мои. Я забыл твой голос нежный, Твои прелестные черты. Черты шли годы, бурь-порыв мятежный, Разверил прежние мечты, Но снились долго голос нежный, И твои милые черты. Но я помню чудное мгновенье Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Да что это происходит в конце концов? Да что вы себе позволяете? Ну я сказал, я сказал, Прекратите это немедленно! Кто-то же! Я буду жаловаться! Девушка, девушка, подождите, девушка, куда же вы? Вот ханда. Она сюда придет. Я, кажется, рожден и поездлив. Перед собой в пледе видал я смерть, Предсмертью душа не содрогалась. Со мной гнались, я духом не смутился И дерзостью неволи избежал Ну что ж теперь, дескит мое дыхание Что значит все неодолимый трепет Или это дрожь желаний напряженных Нет, это страх День целый ожидал я тайного свидания с Мариной Обдумывал все то, что я ей скажу Как обольщу ее надменный ум Как назову московскую царицей Но часто стало ничего не помнить Не нахожу затверженных речей Любовь путит моего воображения Но что-то вдруг мелькнуло Шорох, тише, нет Это свет вычаянной луны И прошумел здесь ветерок Старевич Она, вся кровь во мне остановилась Демитрий, вы? Волшебный, сладкий голос Ты ли, наконец, тебя ли вижу я Одну со мной под сенью тихой ночи Как медленно катился скучный день Как медленно заря вечерний газ Как долго ждал во мраке я ночном Часы бегут и дорого мне время Я здесь тебе назначила свидание Не для того, чтобы слушать Нежные речи любовника Слова не нужны Верю, что любишь ты, но слушай Я решилась с твоей судьбой И бурной, и неверной Соединить судьбу мою Кто вправе я требовать, Демитрий, одного? Я требую, чтоб ты души своей Мне тайны открыл теперь надежды Намерения и даже опасения Чтоб обруху с тобой могла я смело Пуститься в жизнь Не из детской слепотой Не как раба желания легких мужа Наложница безмолвная твоя Но как тебя достойная супруга Помощница московского царя О, дай забыть хоть не единый час Моей судьбы, заботы и тревоги Забудь сама, что видишь Пред собой царевича, Марина Зари во мне любовника, избранного тобой Счастлив во твоем единым взор О, выслушай моление любви Дан высказать все то, чем сердце полно Не время, князь, ты мердишь Мимишь всем приверженность твоих И вредов стынет Сейчас отчество Опасность и труды Становятся опаснее и труднее Нужно сомнить колесу Нужно резна сменять на весну А Гудунов свои приемлет меры Что, Гудунов? Во власти ли бориться? В моей любовь одно твое блаженство? Нет Теперь гляжу я равнодушно Натрон его на царственную власть Твоя любовь Что без нее мне жизнь? И славы блеск, и русская держава В глухой степи, в землямке бедной ты Ты заменишь мне царскую корону Твоя любовь Стыдись Не забывай высокого, святого назначения Тебе твой сан дороже должен быть Всех радостей, всех обольщений жизни Его ни с чем не можешь ты равнять Не юноше кипящему Безумно трененному моею красотою Знать Отдаю торжественную руку Наследнику московского престола Царевичу, спасенному судьбой Не мучь меня, прелестная Марина Не говори, что Санна не меня избрала ты, Марина Ты не знаешь, как больно тем ты сердцем не извишь Как ежели Страшное сомнение Скажи, когда б не царское рождение Слепая мне назначила судьба Когда б я был не Иоаннов сын Не сей давно забытый мир отрок Тогда б Тогда б любила ли ты меня? Димитрий Ты выйти на нему Другого мне любить нельзя Так знаешь Твой Димитрий Давно погиб Зарытый и не воскресный А хочешь ли ты знать, кто я таков? Изволь скажу Я бедный черноризец Монашеско неволе скучая Под клубиком свой замысел отважен Обдумал я Готовил мир у чудо И, наконец, из келий бежал К украинцам в их буйные курения Ладить копьем и саблей научился Явился к вам Димитрием назвался И поликов безмозглых обманул Что скажешь, ты надмерная Марина Довольна ли ты признанием моим? Что ж ты молчишь? Стыд О, горе мне Куда завлек меня порыв досад С каким трудом устроенное счастье Я, может быть, навеки погубил Что сделал я, безумец? Вижу Вижу, стыдишься ты не княжеской любви Так вымылешь мне роковое слово В твоих руках теперь моя судьба Реши Я жду Встань Бедный самозванец Именишь ли ты Колено преклони Как девочки доверчивые и слабые Числавное мне сердце умелить Ошибся, друг У ног своих видала я рыцарей И грапов благородных За их мольвы я хладно отвергала Не для того, чтобы Беглого монаха Не презирай, молодого самозванца В нем доблесть и таяться может быть Достойный московского престола Достойные руки твоей бесценны Достойный подорный кетли Дерзкий Глянусь тебе Что сердце моего ты вымучить Одна могла признание Клянешься ты И так должна я верить? Но чем? Нельзя ли узнать, клянешься ты? Не именем любого, как набожные преемы шизуитов? Или честью? Как витязь благородный Или может быть Единым царским словом, как царский сын? Не так ли? Говори! Тень грозного меня усыновила Димитрием из гроба нарекла Вокруг меня народы возмутило И в жертву мне Бориса обрекла Царевич я Довольно стыдно мне пред гордую полячка унижаться Прощай навек Не будешь ты моей И моей судьбы не разделишь со мной Но, может быть, ты будешь сожалеть об участи, отвергнутой тобой А если я твой дерзостный обман Заранее пред всеми обнаружу? Не мнешь ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверит польской деве, чем русскому царевичу? Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи Не думают о правде слов моих Димитрия или нет, что им за дело? Но я предлог раздоров и войны Им это лишь и нужно И тебя, мятежница, поверь, молчать заставь Прощай Постой! Наконец я слышу речь Не мальчика, Но мужа С тобой, князь, она меня верит Безумы, что пары я забываю И вижу вновь Димитрия Но, слушай, пора Пора, проснись Немедли более Веди полки скорее на Москву, очисти крем Садись на трон московский Димитрия, змея Недаром я дрожал Она меня чуть-чуть не погубила Но решено За утро двину рать Добрый вечер Сегодня наша лекция посвящена теме Александр Сергеевич Пушкин Мифы и реальность В современном мультикультурном социуме В российском обществе Принято бездумно поклоняться И обожествлять Писательский талант Пушкина Причисляя его к лику святых Отечественной литературы Такая проблема возникает Из-за фрагментарного восприятия Архетипов Которые диктаторски Внедряются в молодые головы В общеобразовательных средних учебных учреждениях Но если разбираться более детально То все это рушится Я приведу пример Итак Возьмем самое знаменитое И самое лучшее Как считают многие произведения Александра Сергеевича Пушкина Обратимся к ритму Евгений Онегин Как он начинается? Кто-нибудь? Мой дядя самых честных правил Когда-нибудь в шутку за немог Он уважать себя заставил И дальше выдумать не смех И лучше выдумать немог Сравним рифму Правил заставил За немог Не мог Ну что это за рифму? По мне так это рифма уровня Ботинок-полуботинок Два рубля-три рубля Пойдем дальше Пойдем дальше Борис Годунов Великая трагедия Пушкина Чем заканчивается Борис Годунов? Мы видели Их мертвые Трупы Народ Безмолву И что? У Толстого о таких вещах По три дома написано Где развязка? Где кульминация? Где момент? Возьмем еще одну Сказки Самое святое Казалось бы Спящая царевна И семь попытаний Это же Белоснежка И семь гномов Ну так Из этого вытекает что? Что Пушкин не гений Он посредственный И это понятно уже даже младенцу Пла-ги-а-тор Что ты сказал? Молодой человек У нас тут обучающая программа Я бы вас попросил Я бы спросил Что ты сказал про Пушкина? Я лишь говорю о том Что Пушкин не так велик Как о нем говорят На ухо мне это повторит Он плагиатор Ты сломка Ты сломка Иди сюда Сомка Иди сюда Скотя Пушкин плагиатор Это ты плагиатор Это ты плагиатор Понял? Пушкин плагиатор Это ты плагиатор Иди сюда Ну-ка кто о Пушке? Скажи О Дени Молодец Сука За Пушкина Пагу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Во что-то ты ни стал На турнире явлюсь я Покажи мне шлем его Пробит насквозь Испорчен Невозможно его надеть Достать мне надо новый Какой удар Проклятый Граф Делож И вы ему Нехило Отплатили Когда из тремени Вы вывели его А все же Он не в убытке Его нагрудник Цел медицианский А грудь своя Гроша ему не стоит Другой себе Не станет покупать Зачем с него Не снял я шлем А снял бы я Когда б не было стыдно Мне там и герцог Проклятый Граф Он лучше бы мне голову пробил И платят уже мне Последний раз Все рыцари сидели В Атласе да в Вархате Я в латах Был один за герцогским столом Отговорился Я тем Что на турнир попал случайно А нынче что скажу О бедность Бедность Как унижает сердце нам она Когда Делош Копьем своим тяжелым Пробил мне шлем И мимо поскакал А я с открытой головой Пришпорил И мира моего Помчался вихрем И бросил Граф На двадцать шагов Как маленького пажа Как все дамы Привстали с мест Когда сама Клотильда Закрыв лицо Невольно закричала И славили герой Дыма удар Тогда никто не думал О причине И храбрости моей И силы дивной Взбесился я За поврежденный шлем Геройство что виной было? Скупость? Да Заразиться здесь нетрудно Их Под кровлю одной С моим отцом Я спрашивал вина Вина ни капли не осталось уж А то что мне в подарок прислал Из Испании Ремон Вчера отдали вы Слепому кузнецу Да Помню Знаю Так дай воды Проклятое житье Нет Решено Иду искать у правых У герцога Пускай это заставит меня держать Как сына Не как мышь рожденную В подпоре Слепому кузнецам Как молодой повеса ждет свидания С какой-нибудь Развратницей лугавой И дурой Обманутой Так я Весь день минуты ждал Когда спущусь В подвал Наталь К верным сундукам Счастливый день Могу сегодня я Шестой сундук Сундук еще не полный Горсть Золото накопленного Всыпать Немного кажется Но понемногу Сокровища растут Как некий демон Отсели править миром я могу Ишь захочу Распикнуться чертоги Великолепные мои сады Сбегутся нимфы Резвою долбою И мус Дань свою мне принесут И вольный гей Мне опроводится И добродетели Бессонный труд Смиренно будут ждать Моей награды Я свистну И ко мне послушно Робко вползет О кровавренное злодейство И рун будет мне лизать И в очи смотреть В них знак моей Читая воли Мне все послушно Я же ничему Я выше всех желаний Я спокоен Я знаю мощь свою С меня довольна сего сознания Кажется Немного О скольких человеческих забот Обманов, слез, болений и проклятий Оно тяжеловесный представитель Тут есть Туплон старинный Вот он Нынче Вдова мне отдала его Но прежде С тремя детьми Полдня перед окном Она стояла на коленях Хвоя Шел дождь И перестал И вновь пошел Притворщица не трогалась Я мог бы ее прогнать Но что-то мне шептало Что муж нен долг Она мне принесла И не захочет завтра быть в тюрьме А этот Этот мне принес стиво Где было взять ему Ленивцы Плуту Украл, конечно Или, может, Там На большой гору Ночью Роща Да Если бы все слезы Кровь и плод Пролитые за все Что здесь хранится Из недр земных Все выступили вдруг То был бы вновь потоп Я захлебнулся бы В своих подвалах Верных Но пора Я каждый раз Когда хочу Сундук смотреть Впереть Впадаю в жанр И дремит Нас уберяют медики Есть люди В убийстве Находящие приятность Когда я ключ Замок влагаю Я тоже чувствую Что чувствовать должны они Вонзая в жертву Нож Приятно И страшно Вместе Вот Мое блаженство Я царствую Какой Волшебный блеск Послушна мне Сильна моя держава В ней счастье В ней честь моя И слава И я царствую Но кто Вослед за мной Примет власть Над нею Мой Наследник Безумец Расточитель молодой Развратников Разгульных собеседник Он Он Сундуки Со смехом Отофрвет И потекут Сокровища Мои в атласные Диравые карманы Он Он Расточит А по какому Праву Мне что ли Даром Это все Досталось Кто знает Скольких Горьких Воздержаний Обузданных Страстей Тяжелых Дум Дивных Забот На чьи Бессонных Мне стоило Все это И скажет Сын Что сердце У меня Поросло Мохом Что я Не знал Желаний Что меня И совесть Никогда Не грызла Совесть Когтистый Когтистый Что кровь Что кровь Приобрел А если бы От заруб Недостойных Я мог бы Скрыть Подвал Если бы Из могилы Придеть Я мог С дрожевою тенью Сидеть На сундуке И от живых Сокровища Моих хранить Как ныне Поверьте Государь Терпел я Долгосты Горькой бедности Как бы Некрайность Вы б Жалобы Моей Не услыхали Я верю Верю Благородный Рыцарь Таков Как бы Оттаня Обвинит Бескрайности Таких Развратных Мало Я Жду Его Усовичу Наедине Его Бешум Я В детстве Ваш Отец Сожал Меня На коня И Покрывал Своим Тяжелым Шлемом Как будто Колоколом Это кто Не он ли Так Он Государь Пойдите В ту комнату Я кликну Вас Барон Я рад вас видеть Бодрым И здоровым Я Счастлив Государь Что в силах Был по приказанию Вашему явиться Давно Давно Мы не видались Вы Помните Меня Государь Я Как сейчас Вас вижу Вы были Ребенок Резвый Мне Похуйный Герцог Говаривал Филипп Он Звал меня Всегда Филипп Что ты Скажешь А Лет Через Двадцать Право Ты Да я Мы будем Глупо Перед Этим Мало Перед вами То есть Вы деду Были другом Мой отец Вас уважал И я Считал вас Всегда Храбрым И верным Рыцарем Ну Сядем У вас Барон Есть Дети Сын Один Зачем Его я При себе Не вижу Вам Двор Наскучил Но Ему Прилично В его летах И звание Быть при нас Мой сын Не любит Шумной Светской Жизни Он Дикого И сумрачного Дарова Вкруг замка По лесам Он вечно Вродит Как молодой олень Нехорошо Ему Дичиться Мы быстро Примучим его к веселью Балам И турнирам Пришлите к нам Его Назначьте сыну Приличное По званию Содержание Вы Хмуритесь Устали вы Наверное С дороги Вы Государь Я не устал Но Вы Меня Смутили С вами Я бы не хотел Сознаться Но Меня Вы Принуждаете Сказать О сыне Он быстро Забудет Привычки Зарожденные В глуши Простите Мне Право Государь Я согласиться Не могу На это Но Почему Больте Старика Я требую Объяснитесь За сына я Сердит За что ж За злое преступление Что ж Сделал он 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 Меня Хотел Убить Убить Так я Предам Суду Как страшного Злодея Доказывать Не стану Я хоть знаю Что точно Смерти Жаждет он Моей Хоть знаю Точно Что погушался Меня он Что Обокрасть Парок был жест Осмеливает Ты здесь Ты Ты мне Смел Ты мог Отцу Такое зло Молвить И перед Нашим Государем Мне Мне Не рыцарь Я Был жец Гром еще Не грянул Боже Правый Так Подымишь И меч Нас Рассуди Благодарю Вот Первый Дар отца Что видел Я Что было Предо мною Сын Принял вызов Старого отца Боже мой Зачем Я одел На себя Цепь Герцога Остановитесь Ты Безумец И ты Тигренок Волна Бросьте Это Отдайте Мне Перчатку Эту Жаль Так И впился В нее Когтями Изверг Пойдите Прочь Не смейте Больше появляться Пока я Сам Не призову Вас Как вам Не стыдно Старик Простите Меня Сударь Стоять Я Не могу Мои колени Слабеют Душно Душно Где 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 ключи 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 Мои Боже Умер Боже Ужасный Вверх Ужасные Анна Петровна Керн, русская дворянка. В истории более всего известно, как пароли, которые она играла в Лидии Пушкину. Автор – Нюар. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эй, давно не спишь? ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Во объятиях ночи он ее заклинал, целовал ее очи, Как уснул на груди и дышал неровно. Позовыла голубушка Анна Петровна. А потом настал ее час посредний, И всесветная слава и светские сплетни Отступили по тупи с предмирной кончиной, Возгласил с волнением сам благочинный Во влаженном успении и вечной покоей. И что в сравнении с этим счастьем мирское? Ничего не слыша, спала. Бездыханна. Раскрасавица Керн. Боярыня Анна. Я сама. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я приняла вас, Дон Диего, только, боюсь, меня печальная беседа скачного возраста. Бедная вдова, всю полную я свою потерю, слезы с улыбкой мешают, как обрели. Что ж вы молчите? Наслаждаюсь, Малыч. Глубоко мысли быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь ни там, ни при гробнице. И вижу вас уже не на коленах перед правильным супругом. Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой в огроме вас мучает. Я не должен ревновать, он вами выбран был. Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедры, Дон Альвар богат. Счастливец! Он сокровища пустырь принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Когда бы я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все было бы, все за единый благословный взгляд. Я был бы вам священный вашей воле. Все ваши прихоти я бы изучал, чтобы их пронабреждать. Увы, судьба сулила мне иное. Диего, перестаньте. Я грешу вас лучше. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гроба быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил. Дон Альвар не принял бы к себе влюбленный дамы, когда бы он овновил. Он был бы верен супружеской любви. Не мучайте сердце мне, Дон Ана, вечным поминанием супруга. Полно вами оказнить, хоть казнь я заслужил, быть может. Чем же? Вы узами не связаны, святыми ни с кем, не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и пред небом правы. Пред вами, Боже. Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же? Нет, нет никогда. Дон Диего, вы предо мной не правы, в чем? Скажите. Нет, нет ни за что. Диего, это странно, я вас спрошу, я требую. Нет, я не скажу вам. А так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, чтобы вы рабом моим желали быть? Я растяжусь, Диего. Отвечайте. В чем предо мной виновны вы? Не желаете знать ужасную убийственную тайну? Нет, нет, я вас заранее обращаю, но знать желаю. Нет. Нет. Пожалуйста. Ужасную убийственную тайну. Скажите мне. Скажите мне тогда, а несчастный Дон Гуан вам не знаком? Нет. Отраду его я не видала. А вы к нему питаете в рожду? По долгу чести. Однако вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса. Дон Диего я требую. Напомните, а что Дон Гуан сделал с вашим мужем? Если бы встретила его, тогда бы я ему кинжал вонзила в сердце. Дон Анат, вот твой кинжал, вот грудь моя. Что вы? Я не Диего, я Гуан. Нет, нет, не может быть. Я Дон Гуан. Неправда. Я убил супруга твоего, и нет раскаяния во мне. Что слышу я? Нет, нет, не может быть. Я Дон Гуан, и я тебя люблю. Дон Гуан. Дон Гуан. Неправда. Неправда. Где я? Где я? Ты дурна, дурна. Неправда. Что с нею? Что с тобой, Дон Гуан? Анна? Встань, встань, простись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих. Поставь меня. О, ты мне враг. Ты отнял меня все, что я в жизни. Милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказание. Вели, умру. Вели, дышать я буду лишь для тебя. И это Дон Гуан? Неправда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. А может, она, Анна, малова, пусть может, не совсем не права. На совести устала и зла, быть может, много тяготеет, так разврата. Я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, я весь переродился. Вас полюбяю, люблю я добродетик. И в первый раз с предней смиренное колено преклоняю. О, Дон Гуан, красноречив, я знаю. Слыхал я. Он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель. Вы, слышите, демон. Сколько бедных женщин вы погубили. Я одной из них до ныне, я не любил. Я поверю, что вы влюбились в первый раз, что не ищете, что не ищете во мне вы жертву. Как и дам я вас обманывать хотел. Признался ли я, сказал ли я то имя, которое вы не можете услышать. Где же видно здесь обдуманность, коварство. Кто знает вас? Но как могли прийти сюда? Здесь узнать могли бы вас. И ваша смерть была бы неизбежной. Что значит смерть? За сладкими свиданиями безопытно отдам я жизнь. Но как же отсюда выйти вам? Неосторожно. И вы о жизни бедного Гуана заботитесь? Так ненависти нет в душе твоей небесной. До нам. Ах, если бы вас могла ненавидеть. Однако ж, надо бы нарастаться нам. Когда же опять увидимся? Не знаю. Когда-нибудь. А завтра? Где же? Здесь. Потом к вам. Как сердцем я с вами. По залогу прощения, мирный поцелуй. Пора, поди. Один, холодный, мирный. Какой ты неотвящий. На, вот. Что там за звук? Скройся, Донго. Прощай же. До свидания, друг мой милый. А! Что с тобой? А! Я на дом явился. О, боже, Донго, Анна. Все кончено. Брось ее. Прошишь ты, Донго. Я? Нет. Я звал тебя, и рад, что вижу. Дай руку. На. Тяжело пожать каменные его десницы. Мне дурно. Все кончено. Все кончено. Я гибну. Адон, Анна. Я гибну. Я гибну. Я гибну. Я гибну. Мнеól тянет. Я не давал. Я гибну. Я ассaba. Я гибну. Чтобы спунуть в полу не отнимая до ноги А мне кажется, что кровь в жизни, как у колода Но мы не волнули, я не права А прямо Моя мама Продолжение следует... Продолжение следует... Александр Сергеевич Пушкин, стихотворение «Поэт». Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... Заботы сунетного света... Он малодушно погружен... Молчит его святая Лира... Душа вкушает хладный сон... И между тех ничтожных мира быть может всех ничтожней он... Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется... Душа поэта стрепенется... Как пробудившийся орел... К тоскую тот запалах мира... К людской оттуждаются волвы... К ногам народного кумира... Не клонят гордой головы... Бежит он... Дикий и суровый... Из звуков и смятенья пол... На брех пустынных волн... Широкошумные... До Дубровых... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дисклеймер Дисклеймер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не скучно Дисклеймер Перц Что делать, Фауст? Таков вам положён предел, Его же никто не приступает. Вся тварь разумная скучает. Скучая, иной от лень, тот от дел, Кто верил, кто утратил веру, Тот насладиться не успел, Тот насладился через меру. И всяк зевает, а живет, И всех вас, груб, зевая, ждет, Зевай и ты. Сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Доволен будь ты доказательством рассудка. В своем альбом запиши. Появил эсквес, скука, отдохновение души. Я психолог, о, вот наука. Скажи, когда ты не скучал? В аду, поищи. Тогда ли, как над Вергилием дремало, А розги ум твой возбуждали? Тогда ли, как розами венчал Ты благосклонных дев в веселье, Ты в гости шумно посвящал Импыр вечернего похмелья? Тогда ли, как погрузился ты В великодушные мечты, В пучину темную науки? Ну, помнится тогда со скуки, Как орликина из огня, Ты вызвал, наконец, меня. Я мелким весом извивался, Развеселить тебя старался, Возил и к ведьмам, и к духам, и что же? Все по пустякам. Желал ты славы и добился, Хотел влюбиться и влюбился, Ты с жизни взял возможную дань, А был ли счастлив? Пристань! Не расстраивай мне, я отбыта тайной! Глубоком знании жизни нет, Я проклял знаний ложный свет, А слава, миг ее случайной неуловим, Ты вскоре есть, Бессмысленно, как сон, Но есть. Любое благо, Сочетание двух душей, Первое свидание неправды, Но нельзя тут знать, Кого изволишь поминать. Не кратко ли? О, О, сон чудесный, О, пламя чистое любви, Там, там, где тень, Где шум деревесный, Где сладкозвонкие струи, Там я счастлив был! Ты бредишь, Фауст! Наяву! Услужливым воспоминанием Себя обманываешь ты, Не я тебе своим старанием Доставил чудо красоты, И в час полуночи глубокой С тобою свел ее тогда, Плодами своего труда Я забавлялся одинокой, Как вы вдвоем, Все помню я. Когда красавица твоя Была в восторге, В упоении, Ты, Беспокойную душой, Все предавался Размышлению. А доказали мы с тобой, Что размышления Скуки семя. И знаешь ли, Философ мой, Что думал ты В такое время, Когда не думает никто? Сказать ли? Говори! Ну что? Ты думал? Агнец мой послушный, Как жадно я тебя желал, Как хитро в дереве Простодушно я грезы Сердца возмущал. Любви невольной, Бесколистной, Невинно предалась она, Что ж грудь моя Теперь полна Тоской и скукой ненавистной. На жертву Прихоти моей Гляжу, Убившись наслаждением, С неодолимым отвращением, Так безрасчетный дуралей, В отче решась На злое дело, Зарезав нищего В лесу брони, А бодранное дело, Так на продажную красу Насытись ею Торопливо Разврат Коситься Боязливо Потом Из этого Всего Одно Ты вывел Заключение Закройся адское творение, Бегет взор моего, Изволь, Задай лишь мне задачу, Ты дело знаешь, От тебя не смею Отлучаться я, Я даром Время и не трачу, Там белеет, Говори, Корабль Испанский Трехмочтовый Пристать в Голландию Готовый, На нем Мерзавца Сотни три, Две обезьяны, Почки злата, Да груз Богатый шоколада, Да модная болезнь, Она недавно Вам подарена, Все вытопить, Сейчас, Сейчас, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вера Михайловна Инбер, русская, советская поэтесса и прозаик, лауреат Сталинской премии, второй степени, стихотворение Пушкин жив. От бомбы вздрогнули в окне, стропило мирной комнатушке, а человек стоял в окне, а человек взывал ко мне. Тут книги у меня, тут Пушкин. Ему кричали, выходи, но книг оставить не хотел он, и крепко прижимал к груди он домик полуобгорелый. Когда ж произошел обвал и рухнул человек при этом, то и тогда он прижимал к груди создания поэта. В больнице долго он, без сил, лежал, как мертвый на подушке. И первое, что он спросил, придет в сознание, а Пушкин? И голос друга поспешив, ему ответил, Пушкин жив. Владимир Владимирович Маяковский. Великий советский поэт проявил себя как драматург, кинорежиссер и киноактер. Стихотворение посвящается Вере Инбер. Ах, у Инбер, ах, у Инбер, что за глаз, что за лоб, так всю жизнь бы любовался, любовался на нее. Что, простите? Любовался на нее. Негочач, негочач. Что же это такое? Откуда у меня? У меня дальше, я чего-то не говорила. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Освучить и отдыхать. Тише. Тише. Под кустами. Кто-то кроется в Англии. Между месяцами нами кто-то ходит по земле. Тихо, тихо, тихо. 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 Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. 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 Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. 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 Тихо, тихо. 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 Тихо, тихо. 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 Ах, как хочу тебя обнять я Поцеловать рукав от платья Ну же, вредит моя объятья И в этот книж Шерстью покрылся лоб девичий Красив стал глазом голос птичьи И волчий миг Меня чудовище схватило И сладострастно испустило Мерзоцкий крик Видишь меня не Арландина Да, я уже не Арландина Знаю я вообще не Арландина Я Люцифер Видишь теперь В моих ты лапах Слышишь ужасный Серный запах Игул огня Так говорил он И вонзил свой зуб В мой бедный лоб В свой древний медный зуб Сам, сатана Сам, сатана Сам, сатана Сам, сатана Сам, сатана Как овощи Сам, сатана Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...